Никто из официальных лиц так и не вышел к ветеранам, протестовавшим у здания правительства. Однако утром премьер Ион Кику и президент Игорь Дадон признали, социальная помощь комбатантам должна быть улучшена. В то же время, общаясь с журналистами, премьер дал понять, что правительство не будет требовать отвода российских войск. В первую очередь, ветерани, которые будут требовать отвода российских войсков на территории страны. Когда вы будете требовать это? В том, что требовать и решить проблемы, в том, что заявить и делать вещи конкретные, это большая отличность. Нужно быть активным, diplomатически, с абсолютно осознанными. Это следствие отсутствия конструктивного диалога между представителями Ассоциации ветеранов и Советом ветеранов, который создан при премьере. Мы были там внизу, но, к сожалению, мы слышали только лозунги и не слышали требований. Мы, как обычно, работаем в напряженном режиме. От того, что на площади проходят протесты, в стране меньше проблем не становится. Считаю правильным, что все заняты своим делом. Одним из требований участников протестов является отставка министра иностранных дел Аурелио Чакое. Глава МИД заявил, что готов покинуть пост, если парламент примет соответствующее решение. Я готов уйти, ведь я не родился министром. Если парламент решит, я уйду. Я не намерен держаться за это кресло. Я лишь выполняю свою работу в соответствии с выданным парламентом мандатом. Пресс-секретарь президента Кармена Лупей сообщила Публика ТВ, что Игорь Дадон уже высказался по этому вопросу во время возложения цветов к памятнику скорбящей матери. И других комментариев не будет. Они правы, когда говорят, что власти должны оказывать им больше внимания. Что касается протестов, это демократический процесс. Если не нарушается законодательство, каждый имеет право протестовать и свободно выражать свое мнение.